День добрый, товарищи бритвоманы, то есть те, кто уважает классическое бритье классическим инструментом. Да, да, канал, конечно, остановил свою деятельность, но не навсегда. И вот зашел поздороваться, показать, поговорить. В общем, такой расклад на данный момент. У меня получился легкий просвет, вы все в курсе, кто в курсе, что я тут перебросился на клинки для ножей. Ножи тут иногда даже делаю, бывает. Вот, в основном клинки. И так как склад забит бритвами, так как рентабельность нерентабельна. И как бы вот вы, мы в курсе, вы все в курсе, да, о чем речь. Вот. Но тут у меня получилась задержка, я отдал как бы с вырезкой задержка. Не то, что вы подумали. И отдал я на вырезку. То есть думаю, дай-ка я маленько себя разгружу. И отдал людям, которые занимаются именно вырезкой по контуру. И они меня прокатили, как говорится, по времени. И тут вот, то есть заготовок гора, стали море, работы немерено, но просвет есть просвет. Ну, я, конечно, прогулял денек там, все нормально. Думаю, блин, а руки-то чешутся. А глаза-то мозолят вот эти вот вещицы-то. Они уже вот такие вырезанные, просверленные. Заготовки были у меня лежали. Это дамасская сталь. Но что в этом случае не так? Где подвох, как говорится? А подвох тут в том, что... Ну, поговорим, да? То есть как бы я знаю, что время каждого дорого, но кому не нравится, выключайте просто сразу и до свидания. Как бы я никого не заставляю слушать мою болтовню. Но я вам обрисую просто ситуацию на данный момент, какая она есть. А ситуация такова, что круги я... Круги керамические в основном, алмазные бывало, там для обдирки, для снятия вот этого вот стали, именно вот этой вогнутости. Я всегда закупал за границей. Не буду говорить где, а то мои бритвы сразу многим-многим полюбятся, потому что... О, на этом оборудовании, там туда-сюда, там все... Нет, оборудование у меня поинтереснее, чем за границей, но вот именно инструмент у нас здесь в России никто не хочет для меня производить, потому что это лично для меня производилось, все это дело. И как бы... цена возросла уже вдвое. Вот. По количеству я не тяну столько же... Закупить столько же инструмента. Просто не тяну по деньгам. Если даже я вдруг умудрился бы все так вот, уперся и вложился, то я просто, как говорится, последние штаны продал. И на этом бы все и закончилось. Как бы... А так нельзя делать, иначе это будет полный финиш. И что ж... Почему я взялся вот за эти вот четыре штуки? Потому что... Вот... Судьба так распорядилась. Сейчас я музонок убавлю, который мне тут дребезжит. Вот. Как судьба распорядилась? Что... У меня случайно один парень у него... Ну, как парень? Ну, ему 30 с чем-то лет. Вот. Мужик уже в расцвете сил. Как бы... Неважно. Он мне предложил круги, которые были тыреные с труд вача в те времена давние. Круги, конечно, не керамика. Круги вообще не алмаз, и не это... То есть, ничего такого подобного. Он... Эти круги сделаны так на основе мела... Мела и абразива. Мела и абразив. Ну, что делать? Недорого. Ограниченное количество купил. Ну, руки-то еще больше чешутся. Еще больше хочется что-то сделать-то. И я поэтому берусь вот сейчас за эти моменты. Но. Есть одно но. На импортных кругах, даже хотя бы взять керамику, то я могу грызть закаленную сталь. В том числе и дамасскую. На тех кругах из труд вачи, которая может грызть только те круги. Вот они могут только сырую сталь грызть. Она, хотя у меня не полностью сырая. Сырая это 20-25 единиц. Вот у меня в районе 40 единиц. Вот их изготовок. Но все же. Вот. Я, может, сейчас кого-то расстрою. Правдой и маткой. Но. Все бритвы раньше производились. Да и сейчас многие производятся до сих пор. Из незакаленной стали. Их не закаливают бритвы. Вот. Если кто-то не верит, как-нибудь найду, может быть, просвет, может, время. И на Раквейле потыкаю, покажу, что закалено, а что нет. Вот вам взять вот тоже труд вачу, к примеру. Вот это вот сырой металл. Ну, там и вогнутости никакой, конечно. Она даже не дринкает. И, в общем, делаю я сырые бритвы. Кстати, мне также порекомендовали те, кто мне предлагает эти круги. Говорят, почему у тебя, говорит, круги так быстро заканчиваются, вот эти драгущие? А потому что ты, говорит, грызешь закаленную сталь. Кто, говорит, нормальные люди-то ее не грызут. Все по-сырому делают, как бы. А вот и тут это. Ну, я, конечно, с ними не согласен. В корне не согласен, но обстоятельства таковы, что на кругах из труд вачи возможно сделать только сырые стали. И вот такие вот заготовочки у меня сейчас пока вот по лезвиям, по полотнам прохожусь. Вот так вот они дрынкают. Вот так вот они выглядят на данный момент. Вот одна вторая. Это вот сразу брак. Кстати, заготовка 11 с чем-то тысяч. Если округлить, 12 тысяч. Вот это Дамаск. Видите? Темная полоска. Это вот чего. Переточил. То есть до середины негодное полотно. Вот, то есть, что... Чем чревато производство бритв? Особенно из Дамаска путного. Вот. Эти получились пока что. Будут сырыми. С сырыми... То есть, как сырыми? Не будут проходить термообработку. Но в этом есть тоже свой плюс. Многие сразу же, многие скажут, о, как она мягко бреет. О, как она хорошо затачивается. Заточники не будут материться благим матом, затачивая бритвы, как это было ранее. Потому что даже я бывало, что с кровать-то матерился, когда свои бритвы в 64 единицы зафигаривал. То есть, камни стачиваются, бритвы нет. Ну, как нет? Тоже стачивается, но медленнее, чем камни. Поэтому приходилось выворачиваться крепко. Вот. Единственное, что будет проблема, протравить полноценно. Ну, я что-то попытаюсь, я что-то сделаю. Потому что Дамаск обычно закаленный, очень хорошо травится, очень контрастно. Ну, в этот раз все будет не так. Ну, интересно будет, конечно, услышать мнение, если вот это все получится. Ну, не все, а вот вот эти три получится, то будет очень интересно ваше мнение. То есть, по именно незакаленной стали. Жесткой, но незакаленной. И... Поехали дальше. Что тут дальше-то разговаривать? То есть, я все, в принципе, рассказал, показал. А дальше видно будет, еще не факт, что это вообще все увидит свет. Что ж, продолжая работы. Вспомнил, пока тут сижу, ковыряюсь вот с этими клинками. Кто-то меня лет сто назад спрашивал, как я определяю, ровное полотно или неровное. Вот, посмотрите сами. Вот так определяю. То есть, сейчас поперечный сатин, грубоватый такой. Вот тут продольный сатин. Так вот, если в этом сатине можно потерять неровность, неровность, то в продольном это все проявляется. Вот так вот. Так, звон маленько другой делается, более тонкий. И вот таким образом я это делаю. Сейчас покажу, кстати, живьем. Возьмем сначала грубую наждачку. Ну, грубая, это четверка. И берем вот этот клинок, вот этот. Я никого не собираюсь учить, просто показываю, спрашивали, показываю. Вот так вот, тру-тру-тру. И вот, присмотреться, вот они, вот они, видите, темные такие части, это неровности. Поэтому нужно будет править их сейчас. А то все как-то раньше высказывались, там, что ты там делаешь, на чем ты там, на гриндере, хрениндере. Вот, видите, темные пятна, это неровности, надо будет ровнять. Вот так это узнается. Вот тут все ровно. Это до 2,5, 2,5 тысячи грит. Доведено, чтобы геометрия была четкая, ровная, и как бы, без всяких там забот. Но, это как я довожу? Это потом. Вот сейчас я нашел здесь темные пятна, я пойду опять шлифовать. Опять вот так вот шаркнула, найду, пойду шлифовать. Когда темных пятен вообще не будет, то уже можно будет загладить и окончательно убедиться в том, что геометрия соблюдена ровно. Вот все. Темные пятна убрал на полотнах. То есть теперь они точно с ровной геометрией. Вот. Весь как конь в мыле. Ну, без этого никак. То есть эти пятна, в принципе, можно было скрыть. Но это для бюджетных бритв хорошо. Тут скрывать грех. Вот так вот. То есть я продольный сатин сделал раз 15. Ориентировочно на каждом полотне. Потому что делаешь сатин. смотришь темные пятна. Потому что там, видите, микроцапки какие-то проскакивают. Это вообще ни о чем. Это не играет. То есть не рабочая часть. А вот темные пятна проскакивали очень часто. Я вышлифовываю, вышлифовываю, вышлифовываю. Почему вот тут вот я перешлифовал. Потому что темные пятна не заканчивались. И как бы это привело к такому результату. То есть его отсутствие. Вот. Потому что темные пятна только на Луне хороши и красиво смотрятся. Тут это не тот вариант. Вот. Ну на сегодня что я еще сделаю на сегодня? Пройдусь по плоскостям. Опять выровняю плоскости вот на Эрли. Эрли наверное еще заужу. Бритовка хорошо крутится. Для чего это нужно? Вы понимаете для чего это нужно? Чтобы она в пальцах прям так вот крутилась. То есть вот это вот крутится. но что-то ей не достает. Вот. Вот это вот с удобным Эрлом. Во. Шикардос. Просто полный. Вот. А тут Урл Урл Эрл уже как вы видите вот на этой вот бритовке чем на этой. Поэтому надо будет подгонять в этой под правильный удобный размер. Вот. И на сегодня я закончу. Мне кажется вот после паскостей торцы может быть шевельну. И на этом на сегодня все. Вот. Также хочу передать привет всем моим врагам. Они у меня есть. Представляете они у меня есть. Ай молодцы не забывайте обо мне. Недавно письмо пришло прямо вчера позавчера не помню вчера даже вот. Мне написали что я какие у тебя ценники страшные на сайте. Вы жадный человек. Это мне так сказали. Блин. Спасибо на добром слове. Одно только хочу предупредить. Я не заставляю у меня что-то брать и даже рассматривать даже какие-то мои работы. Вот. Я с паяльником не бегаю. Заставлять не заставляю. Так что ребята идите вы на авито. Ну или куда там еще. Где там дешевые варианты можно найти. Так что вот. А у меня они очень дешевые. Потому что если я начну брать себе прибыль с них и на них зарабатывать прям хорошенько все. Ценник будет очень такой весомый. Вот. Но тогда уже я реально могу принять вот это вот что я жадный человек. Там я тут прибыль прибыль там доллары евро все гребу. Вот. Но еще тоже не спят мои добрые товарищи. Вот. У меня на днях тут блокернули этот ВКонтакте где я переписывался. Ну там всего-то пару человек с которыми я переписываюсь. Константин привет. Наверное может быть там что-то от тебя мы часто переписываемся с Константином. Он делает кнуты очень шикарные такие нагайки прям вообще класс класс. Вот. Также он пользователь моих работ и я не могу посмотреть я пытаюсь я захожу но там ничего не получается поэтому я сегодня вот обещал перевести денежку одному умудреному парню который обещал как бы раскоксовать этот вот это ВКонтакте эту группу или как там правильно я не знаю называется вот чтобы я хотя бы просто мог общаться с людьми вот ну в общем все хорошо унывать в принципе нет ни малейшего повода я очень доволен данной ситуации которая на данный момент доволен тем что у меня много работы я работаю со сталью с тем чем я люблю работать я сегодня вот работаю с бритвами это вообще праздник поэтому будем живы не поврем и все будет хорошо что ж результат на сегодняшний день точнее отчет так сказать вот что мы имеем на данный момент подготовленные к термообработке клиночки ну это я вам показываю головку то что есть фаски такие специфичные вот про травка конечно добавит еще звона вот только травить я пока не знаю как я буду ну нет я знаю но как объяснить это это будет сложно так давайте проще скажем это будет сложно тут с верхней как это с насечкой вот так вот все теперь у меня точно уже совсем не осталось сил на сегодня времени и поэтому про травы это вещь тоже такая долгая не вот там утопил спас зачистил нет это такое занятие тоже много ступенчатое так сказать и требует тоже навыка и времени поэтому поэтому на сегодня все увидимся так так и так как это Продолжение следует... Продолжение следует...